всем большой привет и сегодня у нас будет такая небольшая пересадка чтобы кадр не был статичным и скучно а я чуть-чуть порассказывала мы очень часто получаем орхидеи вам и вот одни говорят по приезду нельзя трогать ни в коем случае надо дать адаптироваться нельзя пересаживать в радикально другие субстраты надо всегда добавлять этот мох который здесь есть и так далее так далее истории очень много но я на своем опыте узнала что если ты не дружишь с подобным субстратом то это будет смерть орхидеи вот-вот сразу и там будешь ее откачивать потому что тебе жалко гниль и прочего поэтому я вот честно всегда пересаживаю хотя многие говорят что фу-фу-фу я мозгами как бы понимаю что вот ну да действительно и я и много раз это говорю что если вы чтобы лишний раз не трогали при получении орхидеи особенно если вы новичок и не сильны там в как сказать в разных вариантах помощи орхидеи как подстроиться под какой-то другой субстрат но это касается знакомых вам субстратов а когда вот такой вот такой вот субстрат то непонятный для вас или которым вы не получается у вас с ним поладить потому что или условия или не получается подстроиться с поливами и так далее лучше пересадить во что пересадить я честно скажу что ухты цвела когда-то что для орхидеи огромного прямо такого значения в наших домашних условиях не будет на что и как вы ее посадите тут больше вопрос в нас то есть ей главное чтобы в этой посадке соблюдались все правила ухода особенно полива чтобы соблюдались циклы полива сухо-мокро чтобы корневая просыхала ровно настолько насколько это нужно данному там виду клон еще чему-то и то есть тут больше зависит от нашего умения полить самом деле очень многое зависит для орхидеи именно от полива так но я например больше люблю классику я обожаю сажать в кору мне там все понятно мне очень нравятся воздушные карманы мне очень нравится то что субстрат органический где-то там в глубине души мне очень нравится верить что орхидея комфортнее собственно в потому что она растет на деревьях растет на блоках и мне так знаете внутри греет что тоже дерево но на самом деле на самом деле это вот просто такая мой выбор но опять-таки не будем отклоняться от того что это все-таки классика выращивание поэтому наверное имеет место быть потому что этот субстрат действительно зарекомендовал себя как и достаточно влагоемки не по необходимости для орхидеи плюс если брать кору разной фракции можно создать необходимый скажем так микс который даст и влагоемкость и пористость тоже воздуха до проницаемость и так далее плюс если мы берем качественные субстраты то качественную кору в нашем случае то она не должна и не будет очень быстро разлагаться такое отступление если вы дома любите побаловаться тем что вы провариваете зачем-то кору и там прочие с ней делаете всякие ужасы то да она будет портиться гораздо быстрее и вы будьте готовы к тому что она будет более влагоемкая я частично понимают тех кто проваривает кору просто лесную которая очень богатая смолами но ребят честно вам скажу я понимаю что она стоит дешевле или бесплатная но вот это лично мое мнение вот этот вот гемор с отобрать отдельную кастрюлю проваривать потом запихать запихать вернее запихать да их запекать в духовке ну честно вот блин она как-то как-то сильно муторно отвлекусь немножко темы смотрите видите были большие листья потом лист вырос небольшой и вот сейчас растет в принципе такой как были раньше вот на этапе вот этого листика у нас случились проблемы с корнями с вот этими и выросли вот эти новые и благодаря нему живот растет вот такой ну что же так вернемся к нашим баранам кора да и многие говорят что вот ты пересадишь в кору начида из мха орхидея сбросит все корни у нее будет период адаптации она поникнет поскидывает листья и будет беда беда на самом деле все не так плохо беды беды не будет сейчас отвлекусь покажу вам так вот это моя интермедия yellow lip я вставлю кусочек постараюсь вставить кусочек из ролика как я получала вот это вот чуть-чуть погрустнел в дороге сухо но есть растущие корни хорошие и это интермедия yellow lip я ее очень-очень хотела показываю вам вон они корешки вот корешки солнышко так падает вот растущий вода растущий корешочек пошел новенький абсолютно рядом раскуплились вот почечки они были потемневшие вот они пошли новые еще корешки и растение набрала тургор вот она так стоит за чьими ушками так второй товарищ тоже ставлю кусочек из видео получения там видно листики вот эти очень мягкие и они прямо лежали я говорил о том что ничего страшного она отопьется и будет все хорошо тоже товарищ пришел в махе вот такой тоже чуть-чуть погрустнел в дороге это ничего страшного все хорошо корни тоже хорошие отопьются и это вот такая редкость и безумно хотела я буду над ней жутко дрожать это фаленопсис металла рефлекс dragon blue и у него корни все вот они вот они вот они внизу их видно так вот вот тогда видно вот так их много с ними ничего не сталось и вот такие листья которые полностью лежали висели были мягкими вот они стоят вот они отпились и вот она посадка в кору так внимательный зритель заметит что у меня здесь не только кора у меня здесь есть кокосовые чипсы это у меня закончился мой любимый субстрат я прикупила мне понравился субстрат одной фирмы и там идет смесь вот собственно кокосовых чипсов и коры в принципе неплохо просыхает немножко медленнее но в тех условиях в которых стоят эти орхидеи в принципе меня это устраивает поэтому да у меня поездка немножко модифицированная посадочка в кору вот так и вернемся к посадке я брала два горшочка тот который я взяла первым явно великоват это тоже для таких корешков явно великоват но сажать в меньший я не буду потому что я точно знаю что я не буду успевать поливать это будет ли мне сильно часто я тут сделаю хитрость если у вас нет вот собственно горшка по размеру можно сажать чуть больше но я тогда углубляю и заполняю половину например горшок но столько сколько надо корой и потом по мере роста можно приподнять орхидею или она сама приподнимается и досыпать нужное количество вам коры спасибо детвора мне тут еще и лавовых камушков доложила в этот субстратик любимые детки так ой раз найдем без камушков вот без камушков и тут дети везде успели лавовых камней мне набросать стараются для мамы субстраты ночами готовят ой чудики так вот такая осадка плавая камень лежит там на дне вот собственно и вся беда посадили так поэтому знаете вот не бойтесь на самом деле я это уже говорила повторюсь если вы чувствуете что вы не справитесь с тем субстратом в котором вам пришло то лучше пересадить субстрат для вас знакомый и справляться с этим делом лучше чем понадеяться что вы вот на новинки сейчас особенно цены для вас натренируетесь поливать в новом неизвестном субстрате на вот такая вот штучка опять-таки много говорила немножко прыгала чуть-чуть сумбурненько но повторюсь что по сути не особо важно какой именно субстрат вы выберете но есть как бы классические субстраты проверенные есть субстраты которые более оптимальны менее оптимальны я например не предвзято поэтому я считаю что в чем хотите в том растите главное чтобы вы умели в этом поливать и по сути на самом деле дело имеет именно вот правильный полив а правильный полив это правильное соблюдение баланса ну давайте так грубо говоря кислорода и воды в веламене который покрывает корни и период и соответственно периодов мокро сухо главное не переувлажнять и при этом не пересушивать и словах все просто но на деле надо немножко потренироваться набраться опыта и все получится я не сильно понимаю когда люди например берут в общем пытаются сделать из других субстратов подобие коры грубо говоря ну для меня да то есть можно посадить в кору и у вас будет определенная влагоемкость определенная воздухопроницаемость но люди начинают выдумывать велосипеды и сажать там например мох и добавлять много пеностекла или гальки и такой субстрат дольше не держится мох изнашивается достаточно быстро давайте так если у вас и вода из-под крана еще и плюс удобрения то мог приходит в негодность очень часто гораздо быстрее чем кора а с учетом того что далеко не все берут высококачественный мох да то все происходит гораздо быстрее и вам хоть действительно чаще придется вам пересаживать так если вы берете хорошую кору то она прослужит долго у меня есть товарищи которые не менялась кора два года кора не пахнет и не разложилась она прекрасного качества и я поэтому и считаю что лучше купить более дорогую и качественную да которая например может прослужить несколько лет я не буду дергать растение и она будет прекрасно расти и кстати да я знаю что есть правило что надо там пересаживать но чем старше растение тем реже его пересаживают вначале вы пересаживаете очень часто потому что растение быстро растет и набирает массу в дальнейшем желательно растение лишний раз не дергать лишний раз не пересаживать мы пересаживаем от состояния субстрата дальше уже не на орхидею ориентируемся а на субстрат когда она уже взрослая там не захотите и старенькая общем неважно и если у вас субстрат некачественный он и вы неправильно например удобряете и поливаете то он быстро приходит в негодность иногда бывает субстрат хороший а корни чернеют потому что люди превышают дозу удобрений или например не промывают субстрат должным образом или вообще его не промывают также органические удобрения которые хуже всего усваиваются нашими орхидеями или не усваиваются вообще и по сути там идет у вас неконтролируемое внесение полезных веществ скажем так потому что вы не знаете сколько и чего выделиться из той самой какашечки которую вы положите в орхидею вот плюс вы должны понимать что там присутствует своя микрофлора которая тоже взаимодействует в общем-то с вашим субстратом и все это приводит к тому что субстрат приходит в негодность быстрее чем приходит время пересадки вот так вот поэтому иногда вот знаете как тот вариант когда я вроде бы плачу больше за посадочный материал а в итоге трачу меньше потому что я могу себе позволить несколько лет взрослые свои растения не дергать и не пересаживать вот так вот видео затянулось немножко но думаю основное вы уяснили лишний раз лучше не дергать но если вам не подходит субстрат лучше пересадить лучше потерять цветение лучше потерпеть небольшое погрустнение листьев но вот смотрите опять таки мой пример если я умею растить в такой посадке в таком субстрате я знаю как поливать то грустные листочки стали вот такими прелестями и достаточно быстро и дальше ну состояние ухудшаться не будет это я вам вот мой опыт уже ну честно говоря наверное самые самые первые парочку орхидеи я не пересадила из мха они погибли и дальше я пересаживала то есть вот сколько я выращиваю орхидеи боже я все время путаю с какого года я начала по моему с конца двенадцатого с тринадцатого в общем 7-8 лет я сажаю вот так и вот никаких у меня с этим проблем нету скажу так никто не погиб от того что вот такая посадка кто погибал там были немножко другие варианты так выбираем субстрат под себя под свои условия не изобретаем велосипед не пытаемся из другого субстрата сделать например микс который будет по характеристикам похож на кору не знаю зачем это нужно если можно взять кору но опять-таки это дело каждого вот так вот и всем большое спасибо за просмотр 16 минут вы просто герои молодцы вы так что я вам некрасивый когда расставила вы молодцы ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии ребят не стесняйтесь писать критику потому что вот конечно приятно когда много положительных но если есть конструктивная критика я вообще очень рада и с удовольствием если стесняйся писать в комментарии пишите мне в инстаграме в личку или на фейсбуке буду рада пообщаться и всем солнечных дней пышных цветений пока пока